Невыгоднейшее положение сил для полученного по линии влияния на неусилие. Об этом сегодня. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и проходивших мимо, как всегда, тоже приветствую. Сегодня в нашем занятии речь пойдет о том, что меня давно спрашивали, как определить наиневыгоднейшее положение сил по линиям влияния. Такой вопрос задают, поэтому о нем сегодня. Итак, нами получена линия влияния для любого усилия. Это может быть и поперечная сила, и может быть изгибающий момент, и реакции, любое усилие. Мы только смотрим на форму линии влияния, поэтому здесь условно названо усилие S. То есть мы понимаем, что здесь может быть M, Q или одна из реакций. Или момент заделки и так далее. Значит, и мы знаем, что вот форма линии влияния, это всегда прямая линия. Она где-то имеет перегибы, растет угол, уменьшается угол, снова растет угол. Тут ординаты положительные, тут ординаты у линии влияния отрицательные. И обычно для линии влияния задаются вопросом. Вот есть система сил, у которых есть расстояние между ними. Или это может быть даже распределенная нагрузка, которая перемещается вдоль нашей балки. А наша задача определить, при каком положении будет самое максимальное усилие S. То есть как будут располагаться те силы, чтобы вызвать это усилие самым большим, чтобы оно получилось. Об этом мы и говорим сегодня. Если честно, в книге приводятся различные формулы и исследования этой теории с точки зрения математики. То есть мы исследуем функцию, а при исследовании функции мы должны ответить на вопрос, что происходит с ее производной. Как только мы видим, что производная поменяла знак, то мы получаем в этой точке максимум или минимум функции. Но все равно все расчеты сводятся к тому, что функция линейная, а значит угол постоянный. Значит наше положение будет связано только с одним простым уравнением. И тогда все эти исследования математические и анализ можно свести к одному перебору положений. В этом переборе главное понимать, что самое максимальное усилие получится только тогда, когда одна из сил будет располагаться в максимальной точке. То есть вот где угол линии влияния меняется с плюсом на минус или наоборот. То есть вот в точке перегиба одна из сил должна быть обязательно. А остальные будут располагаться так, как задано системой, как задано в условии. То есть расстояние от критической до этой точки. В данном случае нарисована самая простая история, когда f слева, f справа попадают на y1 и y3, а f критическая, которую это может быть f1, f2, f3, неважно, просто ту силу, которая попадает вот в этот пик, называют критической. Так вот, при таком расположении будет максимум. Если мы в это не верим, мы просто должны взять и проверить. Как видно из следующего рисунка, критическая сила мы расположили в пике. И слева и справа, вернее слева у нас две силы, которые заданы по системе. И должны они умножаться, естественно, при загрузке линии влияния. Силы умножаются на ординаты под ними. Ну и, конечно, y1 будет, скорее всего, меньше, чем y3. Это будет видно из вашего рисунка. Вы всегда сможете это определить. То есть перебор поможет быстро разобраться с тем, что ваше предположение верно или нет. Ведь для того, чтобы найти самое большое усилие, перебором придется сделать всего лишь три подхода. Первый – это тот, который мы берем за основу. Второй – это мы слева две силы и критическая в пике. И третий – это критическая в пике и две справа. Но вот как раз при данной системе, в зависимости от расстояния, заданного между силами, одна из сил может перейти уже, когда будем справа, перейти на следующий участок. И это будет говорить о том, что там точно максимума не будет. Потому что ордината будет с противоположным знаком, будет вычитаться. Естественно, что нас могут спрашивать не только, где будет наивыгоднейшее с точки зрения положительного, то есть максимального усилия, но и минимального, то есть того, который будет с противоположным знаком, с минусом. Но здесь поступают абсолютно точно так же. Мы берем и эти три силы перемещаем на следующий участок линии влияния, где мы видим знак минусу у каждой из этих ординат. И естественно, что такое положение, скорее всего, будет наивыгоднейшим. Привозить здесь расчеты, не считая нужным, это вы сможете сделать для своих задач. Каждая задача это будет по-разному. В каждой задаче будет или одна, или две, или три силы. И естественно, что сейчас сделать видео, в которое разобрать все возможные варианты, будет не так просто, да и не нужно. На этом я закончил. Будьте здоровы, до свидания, удачи, до встречи.